Он пишет, что первая молитва человека о том, что Творец должен сказать ему, что для него является на самом деле необходимым, чтобы он знал, о чём просить. И, соответственно, мне кажется, что я иногда перепрыгиваю через эту ступень. И я прошу о том, чтобы дал он возможность соединиться с товарищами, объединиться в десятки. То есть в 99% — это молитва, которую мы выкладываем на стол. И мы переступаем через этап, когда мы говорим, секунду, но что на самом деле во мне неисправлено. Как обратиться к Творцу и попросить, чтобы Он раскрыл мне, что во мне неисправлено, чего мне на самом деле не достаёт? Чтобы человек почувствовал, что это на самом деле Хиссарон, что это то, что он хочет знать, чего ему не хватает для того, чтобы прийти и быть в близости с Творцом, в объединении с Ним. Ну, допустим, я нахожу такую просьбу в сердце, или десятка просят об этом. А когда мы можем знать, что мы уже переходим к следующему этапу молитвы, когда мы знаем, чего нам не достает, и сколько времени мы должны быть в этом? Когда мы уже знаем, что именно этого нам не достаёт. То, что у нас есть связь с Творцом, мы её достигли. В некоторой мере. И что теперь дальше? То есть я уже могу просить. Так ещё раз. Десятка. Вытаскиваю чистый лист с утра. И просят Творца, чтобы он дал понять, чего нам действительно не достаёт и о чём просить. Попросили, сделали. Что сейчас происходит? Сколько времени в этом находиться? Сколько состояний нужно пройти? Пока мы не почувствуем истинное желание. А когда это происходит? Не знаю. Когда Творец даст. Так мы должны сидеть и ждать, пока Творец даст? Не сидеть и не ждать, но надо просить, требовать, плакать. Только об этом, только о первом этапе. Да? Я не знаю, насколько важно, и какое продолжение, и что будет дальше. Что мне важнее всего? Какая должна быть выйти просьба с моей стороны в направлении Творца? То есть мы должны молиться и о том, чтобы нам было о чём молиться. Это то, что называется молитва, предваряющая молитву. Это очень понятно. Но то, что непонятно, это сколько времени находиться в этом. И что? Не для этого конкретной меры. Так как же знать, что мы не тратим время в пустую? Пока не получим чёткое понимание и точное ощущение, что это того, чего мне не хватает. И об этом я прошу, иначе я не смогу этого достичь. Что такое ясное знание в десятке? Это когда каждому в отдельности, всем вместе нам понятно, чего нам не достаёт для того, чтобы достичь цели творения. Но этого не происходит в состоянии, что всё ясно и все знают. И вот это всегда так смутно в моём ощущении. Всегда это как-то... То, что тебе даётся возможность добавить самостоятельно что-то. Да. Здесь должно быть твоё собственное устремление. Когда ты ищешь, ты просишь, ты хочешь, чтобы Творец восполнил тебе что-то, добавил тебе что-то. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!